Всем привет, с вами Прио, и сегодня наконец-то совершился тот день, когда у прекрасного Мурлока прокнул маунт. Если, конечно, подойти к нему, просто так кликнуть, то мы увидим, что всего лишь продается ракошельник. Это не интересующий насытом. Мы надеваем плащик, собственно, насчет него мы либо покупаем его за жемчужины у торговца, либо, допустим, тратим жемчужины на твинке, чтобы не терять их с мейна. Ну, например, то есть это уже как вам лично захочется. И вскрываем плащики, пересылаем, то есть как хотим, делаем абсолютно. И по итогу нам нужно сделать так, чтобы плащик был именно с таким эффектом. Вы получаете доступ к особым товарам Мурлоков торговцев. Надеваем этот плащик, и мы видим второй эпический итем, который продается. Сегодня это багровый бурунный конек. Он продается не у всех, поэтому заранее включите режим войны. Те, у кого режим войны выключен, продается какой-то другой итем. Не особо интересный. А вот конек это самый редкий итем и самый интересный. Также за него дают достижения. Ну что ж, начнем его сбор. Первым реагентом идет мизинец сектанта. Это новый эпический реагент. Он собирается в этом лагере достаточно легко. Второй эпический реагент это пульсирующий камень крови. Третий реагент это така голодного глашатая из щупалец. Сложный реагент, он покупается за 666 голды, но можно подумать, так все же легко. Но нет. Он кемпится. Вот она эта пещерка, и если Мурлока в текущий момент находится в клетке, то убивая Наг рядом, мы прекрасно освободим его, убив в конце элитника. Не рарника, там самый обычный элитник, тысячи где-то на 500 хп. Келяем, и Мурлока выбегает. Если на нас надет плащик, который позволяет нам ввести особые товары, мы, конечно же, купим этот эпический реагент за 666 голды. И если мы не видим этого торговца на своем сервере, мы заходим в заранее собранные группы, прописываем Мурлока, и, может быть, он будет. Самое главное, следите за тем, что с выключенным вармодом группа, или же с включенным. Все эти различные итемы, мизинец, камень, требуют для своей покупки большое количество каких-либо белых, зеленых, синих реагентов. Но что мы сделаем? Мы воспользуемся особой Викаурой. Ссылочку на ее скачку, на ее импорт я вставлю в описание видосика. И просто пройдя пару раз по всем этим торговцам, пару раз по ним прокликов, Викаура запомнит все абсолютно, построит некий алгоритм, и все прекрасно выведет нам на экран. С целью того, чтобы продолжить закупаться, нужно постирать носки. Даже героям Азерота нужно это иногда делать. Вот и все. Процесс закупки окончен. Покупаем маунта, получаем достижения, и изучаем маунта. Багровый бурунный конек. Прекрасно. Вот он и в коллекции, надо бы поюзать его хотя бы. Чудочку прокатиться на нем. Собственно, механика движения у него такая же, как и у конька Вайширского. То есть ничего такого прям сверхуникального. Скорость плавания 135 получается, скорость движения. Ну, вполне неплохо. А у морской черепахи, которая вылавливается, также 135. Ну, в общем, она теперь не актуальна. Багровый конек, конечно же, лучше. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. И удачи вам в дальнейшем. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok